Всем здравствуйте! Жизнь юмориста в Израиле складывается совсем не так, как он планировал. Накануне стало известно о том, что продажи билетов на концерты Галкина идут со скрипом. В конце февраля певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин забрали детей и уехали в Израиль. Поначалу звездная пара утверждала, что отправилась на землю, обетованную на отдых и лечение. Однако этот отдых явно затянулся. Сейчас экс-ведущий готовится к выступлениям в нескольких израильских городах, запланированном на лето. Между тем жизнь в Израиле оказалась намного сложнее, чем ждал сам Галкин. Как стало известно, билеты на его концерты продаются со скрипом, что не может не расстраивать Максима Александровича. В разговорах со знакомыми он жалуется на крушение надежд. Вчера Максим Галкин заходил в парикмахерскую в городе Хайфа. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все. Максим был очень расстроен, он явно не ожидал такого, надеялся, что будет в Израиле очень востребован, а на него вяло реагируют. К тому же кто-то запустил слух, что на концертах Максима Галкина могут быть непредвиденные ситуации, сообщил источник. Более того, по сведениям собеседников издания, организаторы уже пожалели о том, что связались с Галкиным. Так, артист установил довольно высокие, даже по местным меркам, цены на входные билеты. Стоимость на самые дешевые места начинается с 224 шекелей, более 5000 рублей. Поговаривают супруг Аллы Пугачевой также надеялся на высокий фиксированный гонорар, в качестве аргумента приводя свои московские заработки. Вот только в Израиле все работает по-другому. Галкину вроде бы предлагали фиксированный гонорар 10 тысяч долларов, но он отказался. Ему, видимо, показалось, что такая сумма мала. А больше в Израиле не дают, разводят руками собеседник газеты. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.